Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами заканчиваем путешествие по Австралии. В заключении данной темы мы должны с вами провести практическую работу. Итак, тема практической работы – сравнительная экономика и географическая характеристика Австралийского Союза и Республики Казахстан. Почему Республики Казахстан? Потому что сегодня Австралийский Союз и Казахстан имеют очень много схожих и вместе с тем же есть и отличительные признаки цели данной практической работы. Первое – это формирование умений и навыков составления сравнительных экономико-географических характеристик стран. И второе – формирование и улучшение навыков работы, учащихся с тематическими картами. Для того, чтобы успешно выполнить данную практическую работу, вам нужно будет воспользоваться указанным наглядным материалом. Что к нему относятся? Это атласы за 11 класс, наш с вами учебник, таблицы и схемы приложения, справочные материалы, статистические и хрестоматильные материалы и, конечно же, интернет-источники. Практическую работу вы должны будете заполнить, в ходе выполнения практической работы вы должны будете заполнить таблицу. Таблица состоит из трех колоночек. Первая колоночка включает в себя признаки сравнения. Вторая колоночка – изученная нами страна Австралийский Союз. И третья колоночка – вам нужно будет вспомнить особенности экономико-географической характеристики нашей страны, республики Казахстан. Что включает признаки сравнения? Во-первых, это визитка. Если вы помните, визитка – это площадь страны, численность населения, столица, форма государственного устройства. Экономико-географическое положение предполагает сравнить приморское, соседское, транспортное положение. В вопросе о населении вы должны будете отразить численность населения данной страны, демографическую ситуацию в той или иной стране, этнический, религиозный состав населения, уровень урбанизации, размещения населения, обеспеченный стран трудовыми ресурсами. При этом сравнивайте как количество трудовых ресурсов, так и их качественные показатели. В оценке природных ресурсов нужно отразить обеспеченность стран минеральными ресурсами, водными ресурсами, агроклиматическими ресурсами, земельными ресурсами и выявить, какая же из этих стран наиболее обеспечена теми или иными видами природных ресурсов. Вопросы отрасли хозяйства. Здесь вы отмечаете, какие отрасли промышленности сельского хозяйства получили наибольшее развитие как в Австралийском Союзе, так и в Республике Казахстан. Обязательно обратите внимание на сходство и отличие горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Что касается транспорта, показать, какие виды транспорта получили наибольшее развитие в данных странах и, естественно, из этого сделать соответствующие выводы. Внешние связи отражают структуру экспорта и импорта данных государств, с какими странами данные страны сотрудничают и каковы перспективы дальнейшего их совместного, может быть, даже развития внешних экономических связей, усложнения форм внешних связей. И в завершающей части практической работы вы должны будете сделать соответствующие выводы, отразить сходство и отличительные особенности в экономике Австралийского Союза и в экономике Республики Казахстан. Материалы выполнены работы, нужно будет отправить на электронный адрес своего школьного учителя для того, чтобы получить обратную связь. В качестве домашнего задания вам будет дано следующее задание. Это повторить параграфы 52-53. Для того, чтобы вы могли успешно освоить пройденный материал, вам нужно ответить на вопросы для повторения пройденного материала, указанные на странице 296 вашего учебника. Спасибо за внимание. Урок окончен.